Новости делового понедельника в эфире в студии Альбина Сказлаускас. Добрый день! Сегодня в программе «Забрать и поделить. Минфин не отдаст регионам НДС». Составлен рейтинг привлекательности городов для бизнеса. На каком месте Нижний Тагил? Повышение зарплат россиян опережает инфляцию. А теперь подробнее. Минфин против передачи части НДС на уровень регионов. Об этом на президиуме госсовета в Хабаровске заявил исполняющий обязанности министр финансов Антон Силуанов. Идею о перераспределении налога на заседании озвучил губернатор Средловской области Александр Бешарин. Он сообщил, что предложение отдать 10% НДС на региональный уровень передал в рабочую группу по перераспределению полномочий и налогов. Господин Силуанов отметил, что в тех регионах, которые ориентированы на экспорт, приходится возмещать большую часть уплаты налога. Основным источником повышения доходов регионов и муниципалитетов Минфин считает налог на имущество и сокращение льгот по земельным налогам. Так что в этой части есть резерв для роста, заключил Антон Силуанов. 60-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса занял Нижний Тагил. Областной центр на втором месте списка. При оценке учитывались достаток жителей, городской бюджет, объем торговли, строительство, а также безопасность. Помимо этого оценивался уровень безработицы и раскрываемость преступлений. Деловое издание РБК уже не первый год проводит исследования городов по их привлекательности для развития бизнеса. Нижний Тагил находится посередине между Чебоксарами и Саранском. По сравнению с прошлым годом наш город опустился в списке на одну позицию. Екатеринбург, напротив, занял вторую строчку рейтинга. На первом месте удерживается Краснодар. Там, по мнению газеты, лучше всего начинать свое дело. Авторы исследования пришли к выводу, что за последние три года большинство муниципальных чиновников в стране превратились, по сути, в антикризисных менеджеров, которые думают лишь о выживании. О планомерном развитии населенного пункта речь в принципе не идет. За последние четыре года зарплаты россиян выросли вдвое. К такому выводу пришли исследователи компании «Финэкспертиза». Минимальное увеличение доходов на 53% с 26,5 тысяч рублей до 40,5 зафиксировано в Ханты-Мансийском округе. Максимальный же рост зарплат отмечен в Дагестане на 127%. К выводу о том, что рост зарплат в России в полтора раза обогнал инфляцию, аналитики пришли, сравнив абсолютное увеличение доходов с ростом стоимости потребительской корзины. По словам аналитиков, рост доходов не должен опережать увеличение производительности труда. Однако в правительстве России планируют, что в ближайшие 2-3 года средняя зарплата россиян вырастет до 32 тысяч рублей. Далее Андрей Белов, руководитель компании «Финсоветник», расскажет нам об итогах прошлой недели. На прошлой неделе на смену Греции объявился новый возмутитель спокойствия – это Италия. Опасения инвесторов за ее экономическую судьбу вызвали снижение основных индексов, в том числе и российских. В итоге индексы МВБ и РТС потеряли почти по 1%. Неделю назад новости из Греции давали надежду на то, что этой стране будет все-таки выделены денежные средства от Евросоюза. Однако долговые проблемы Италии и снижение рейтинга Франции агентством СИПи подпортили настроение инвесторов. Даже спекулятивный рост на нефтяном рынке был перебит итальянской тенденцией. Эта неделя, судя по всему, будет довольно нервной для инвесторов. График доллара по отношению к рублю показал двойную вершину, что говорит о возможном укреплении рубля по отношению к доллару на этой неделе. А что ждет инвесторов российского фонда рынка на этой неделе? В случае благоприятного внешнего фона индекс МВБ попытается подрасти до 1530 пунктов. В случае негативного развития сценариев индекс МВБ может опуститься к 1450 пунктам и, возможно, пойти ниже. Таковы деловые новости понедельника, 14 ноября. Успехов в делах и до встречи! В студии для вас работал Альбина Сказлаускас. В офисе компании «Финсоветник» вы можете получить консультацию и оформить документы на брокерское обслуживание, а также посетить курсы подготовки к работе на фондовом рынке. Записаться на курсы и узнать подробную информацию можно по телефону 92-4282, 92-4272. Услуги брокерского обслуживания предоставляется ООО «Алор Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова